Здравствуйте, зайти можно? О том, что квартира станет обузой, Леонид Фоминых не думал никогда ее покупал, никогда видел первые ударные темпы стройки. Но когда встали машины и замолчал застройщик, понял, что значит быть обманутым. Леонид Дольчик, его будущее жилье в доме, который с 12-го года строил фон. Он мог бы достроиться раньше, эта ситуация не получилась бы, как сейчас с обманутым дольчиком, потому что у фона было очень много объектов, но это мое мнение, что просто не потянули. Проект надо полностью менять. За 6 лет из 4 домов жилого комплекса МЧС частично заселен лишь один. Сдать под ключ все обещают максимум до 20-го года, но сделать все быстро теперь в интересах инвесторов. После они получат земли уже в личное пользование. И это как раз то, что помогает инвестору получать экономику из достройки объектов. Весной сдают и дом Леонида. Лишь спустя 6 лет мужчина заезжает в квартиру, за которую сразу отдал полную сумму. Чтобы деньги собственников не уходили на непонятные им цели, теперь депутаты предлагают использовать так называемые крашеные деньги, когда сумма за жилье уйдет только на него. То есть никаких перетеканий с одного объекта, с другого. Как вот наш объект. Мы понимаем, как это все возникало. Больная тема на госконтроле. В ноябре Владимир Путин поручил вовсе отказаться от долевого строительства. Вместо этого дома в России должны начать кредитовать не люди, а банки. Депутаты убеждены, нужно время привыкнуть к новым схемам. В Кремле на все про все дали три года. Рамиль Шайдулин, Игорь Романов, ТНВ, Казань. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова